Я считаю, что заключенные, в отношении которых вступил в силу приговор суда, они должны руководствоваться сегодняшним порядком по ограничению голосования, потому что все-таки это люди, которые совершили нарушение закона. Я не считаю, что надо менять. Отдельное у меня мнение, что уж тем более ничего не надо менять по указанию извне, потому что любые указания извне, они не направлены на наше благо. Вот если мы говорим о Европейском суде по правам человека, то задача этого суда ухудшит жизнь граждан России. Это его установка. Он для этого и интегрирован в систему нашего управления. Я, кстати, напомню нашим зрителям, что судебная власть в России вообще единственный ветвь власти, у которой официально подчиняется зарубежным руководителям. И это даже подтвердил Конституционный суд, когда недавно, пару недель назад, принял к рассмотрению иск, суть которого в том случае, если его решение Конституционного суда противоречит с решением суда по правам человека, могут ли российские суды выполнять решения отдельные Конституционного суда. То есть Конституционный суд подтвердил, что по Конституции российская судебная система не российская. Но понятно, что она будет, раз она такая, она будет работать против России. Тогда все понятно, почему у нас изгоняются бизнесы страны, почему у нас неправосудные решения, почему у нас коррупция в судах. Потому что она так и создана. Создана для цели ухудшить нашу жизнь. И не случайно наладил эту систему Пол Вульфовит, замминистра обороны США, 7 лет назад, через грантовую систему. То есть мы просто должны понимать, что те жизни, по которой мы живем, правила, не наши правила. Эти правила, их задача нас уничтожить. Мы должны их изменить.